Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов и секретарь Генерального совета Андрей Турчак. «Единая Россия» как партия президента сегодня является проводником всех социально-экономических инициатив Владимира Путина на федеральном уровне и в регионах. Исторический путь, который прошла Россия, начиная с 2000 года, показала дальновидность всех решений президента, в том числе о начале специальной военной операции, отметил Рашид Темрезов. «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина к кандидатам в президенты Российской Федерации. Это главное решение, принятое единогласно в ходе пленарного заседания съезда, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства еще раз подчеркнул важность курса, по которому движется наша страна по защите суверенитета государства, обеспечению экономической и политической безопасности, улучшению качества жизни людей. И в этом процессе, по словам главы государства, важнейшую роль играет партия «Единая Россия». Владимир Путин выразил уверенность, что партия будет и дальше трудиться с полной отдачей на результат в интересах российского народа. По поручению Рашида Темрезова, военнослужащим из Карачаева-Черкесии, которые находятся в зоне специальной военной операции, отправлена очередная партия грузоподдержки. На этот раз торжественный старт был дан председателям «Единой России» Дмитрием Медведевым по видеоконференц-связи, который со многими регионами страны обеспечила наша телерадиокомпания. Подробности в материале Артур Мхце. В Москве прошёл съезд партии «Единая Россия», на котором единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Перед началом сессии состоялся телемост со многими регионами страны, участие в котором приняла и Карачаева-Черкесия. По видеоконференц-связи должны были отправить грузы поддержки военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. По поручению главы Карачаевской республики был создан штаб. В рамках этого штаба консолидировались и проводились работы по сбору гуманитарной помощи, приобретению необходимого вещевого имущества, технических средств. На постоянной основе получаем обратную связь в потребностях, которые формируются сейчас на фронте. Весь сформированный единым штабом груз ранее был упакован и аккуратно сложен в военные КАМАЗы при непосредственном участии волонтеров. Помощь в таких акциях постоянно оказывают многие жители республики. Например, полторы тысячи комплектов термобелья шили студенты Северокавказской государственной академии. Сегодня, в день съезда партии «Единая Россия», мы наравне с другими субъектами отправляем очередную партию гуманитарного груза, который необходим на сегодняшний день. Это, безусловно, питьевая вода, теплая одежда. Более 30 тонн сегодня груза мы отправляем. В общей сложности с начала СВО от республики в сторону СВО было направлено более тысячи тонн всевозможного гуманитарного груза. Торжественный старт отправки грузов дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В нашей республике прямую трансляцию обеспечивала ГТРК «Карачаево-Черкесия». Из черкесской автомобили направились в новые российские регионы, где в данный момент находятся военные из 34-й мотострелковой бригады. Артур Махцер, Ренат Муков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Приоритетные вопросы социально-экономического развития, укрепление гражданского общества, решение повседневных проблем. Эти и другие ответственные задачи возложены на местное самоуправление. В Ижигуте прошел четвертый съезд Совета муниципальных образований Карачаево-Черкесии. Кроме организационных вопросов, говорили о роли муниципалитетов в обществе и государстве, итогах деятельности, а также вносили предложения по повышению эффективности проводимой работы. Подробности у Али Баташева. Услышать, понять и помочь – это является главным в моей работе, считает глава иконхалтского сельского поселения Динара Боисова. Ее стаж работы в этой должности более 10 лет. Именно муниципалитеты являются первым звеном, от которого зависит доверие людей к власти. Главы городов, муниципальных районов и населенных пунктов республики говорили о правовых аспектах деятельности муниципалитетов, их роли в государстве и обществе. Главную задачу я вижу в том, чтобы сплотить муниципальное сообщество, выработать общие подходы к решению имеющихся проблем, увидеть, поддержать и распространить положительный опыт. В результате такого взаимодействия вырабатывается единая политика развития местного самоуправления. В Карачаево-Черкесской республике Совет муниципальных образований был создан в 2006 году. Целью его создания стало взаимодействие и обмен опытом между муниципальными образованиями республики, их совместная деятельность для более эффективной реализации прав и интересов граждан в области местного самоуправления. 10 районов, 2 городских округа, 5 городских и 83 сельских поселения. Совет муниципальных образований стал площадкой для формирования и представления интересов всех 100 муниципальных образований республики. Благодаря непосредственному участию Совета на территории Медногорского городского поселения реализуется мероприятие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате реализации мероприятий проекта благоустроена центральная аллея. В 2023 году выполнены мероприятия первого этапа благоустройства парка. Глава администрации Первомайского сельского поселения внес предложение по проблемам оплаты уличного освещения. Сейчас она производится по производственному тарифу, который дороже, чем тариф для населения. Мы согласны тратить эти же деньги на этажи уличного освещения, но мы в два раза больше сможем осветить свои населенные пункты. Вот я хотел бы внести предложение, выйти с законодательной инициативой, чтобы уличное освещение перевели в тариф для населения. Задач у местного самоуправления много. В ближайшее время к ним прибавится разъяснительная и организационная работа по проведению выборов президента страны. Важности единства и дружбы между народами была посвящена культурная программа мероприятия, в которой выступила известная группа «Джигетей». Завершился съезд муниципальных образований возложением венков и цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, расположенном в городском парке. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Жигутинский район. Специалисты «Газпром» распределения Черкесск завершили реконструкцию системы газоснабжения храма Покрова Пресвятой Богородицы в Черкесске. В ходе реконструкции построены газовые сети общей протяженностью более 110 метров. В помещениях на территории храма установлено три отопительных котла, две водонагревательные колонки, газовые плиты для приготовления пищи в трапезной и узел учета газа. Весь комплекс работы выполнен в рамках благотворительной деятельности «Газпром Межрегион Газ Черкесск». С результатом проведенных работ ознакомились председатель Народного собрания Александр Иванов, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Черкесск» Олег Дергачев и мэр республиканской столицы Олег Баскаев. Покровская церковь занимает особое место в жизни православных жителей Черкеска и всей республики. Благодаря проведенной работе увеличится безопасность в храме, отметил Олег Дергачев. Храм был первоначально газифицирован в 1981 году, но за это время изменились обстоятельства, и расширение храма произошло. В связи с тем, нам пришлось привести в порядок всю систему газового хозяйства. В 2021 году была оборудована и запущена в действие котельная блочного типа, которая отапливает непосредственно сам храм. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Черкесске без существенных осадков ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 2-4, а днем 3-5 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета России, которое в режиме видеоконференции провел министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Глава МВД в своем вступительном слове констатировал, что работа по стратегическим направлениям антинаркотической политики государства ведется непрерывно. В рамках принимаемых мер нам удается контролировать наркоситуацию в стране и одновременно наращивать эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков по основным показателям. Как проходит учебный процесс в образовательных учреждениях республики? Какие есть проблемы в сфере образования и как их решать? На самые разные вопросы телезрителей в прямом эфире нашего канала ответила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Подробности у Мурата Джанкёзова. Прямой эфир стал уже традиционной рубрикой в эфире ГТРК Карачаева-Черкесия, в которой принимают участие руководители различных министерств и ведомств. Заранее, в течение двух недель, жители республики могли задать свой вопрос министра образования и науки Инни Кравченко, ведущая прямого эфира Мадина Лайпанова. Вопрос такой, волнующий многих педагогов. Какие меры поддержки существуют для учителей в нашей республике? Спасибо, хороший вопрос. Да, он часто звучит. Хочу напомнить, что этот год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был объявлен годом педагога и наставника. Очень много мероприятий у нас в рамках этого календарного года прошли, еще будут проходить в декабре месяце. Мы будем торжественно и закрывать этот год года педагога и наставника. Меры поддержки – это в первую очередь конкурсы профессионального мастерства. Это не только учитель года, воспитатель года, сейчас уже и мастер года добавился, и созвездие талантов добавилось, и флагманы образования, и лучше по профессии. И есть у нас конкурс на федеральном уровне, где учителям вручаются премии, лучшим учителям. И таких учителей в нашем регионе в этом году было пять, которые получили премии в размере 200 тысяч рублей. То есть достаточно много конкурсов и много мер поддержки для педагогов нашей республики в том числе. На недавней прямой линии с главой республики Рашидом Тимрезовым был поднят вопрос о том, что учащимся Малокарачаевского района трудно добираться в столицу республики для сдачи ЕГЭ. Следующий вопрос. Будет ли проходить сдача ЕГЭ по выборным предметам в Малокарачаевском образовании, так как сложно добираться для сдачи этих экзаменов в город Черкесск? Этот вопрос также поступал и на прямую линию с главой Карачаева Черкесской республики. Мы его зафиксировали. Хочу отметить, что до 1 февраля 2024 года будет на уровне региона формироваться база данных по выпускникам 11 класса, где они выбирают предметы. Кто какой предмет выберет, мы будем смотреть на картинку, которая к тому времени будет складываться. В зависимости от того, какие предметы и сколько человек выберет, мы будем принимать решения, которые будем согласовывать с руководством нашей республики. На прямой эфир с министром образования зрители прислали более ста вопросов, которые касались самых разных сфер, начиная от обеспечения учебниками до вопросов государственной политики в области образования. А те вопросы, на которые не удалось ответить в ходе прямого эфира, будут рассмотрены в рабочем порядке, заверила Инна Кравченко. Мурат Шантьозов, Вести, Карачаево, Черкесия. Завтра в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, откроется рыбная ярмарка «Дары Камчатки». Рыбаки привезли к новогоднему столу свежую и наилучшую продукцию. Большой ассортимент рыбы, консервы, красная икра. Ярмарка будет работать до 23 декабря включительно. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.